Наш? Нет, нет ничего. К проведению экзамена федерального уровня предъявляются особые требования, как к организаторам, так и к самим участникам. В частности, усиливается контроль. Видеонаблюдение, смотрители в аудитории, открытие КИМа строго по времени и никаких устройств связи. Всё, как на настоящем ЕГЭ. Это последний отчёт, если мы будем говорить, для детей. В то же время репетиция экзамена и для участников, и для организаторов. Поэтому отношение особое, серьёзное и ответственное. Процедура вскрытия конверта началась с 10 часов. Никто из экспертов и школьников не знает содержания экзаменационного материала. Всё, как на настоящей сдаче экзамена. Время 10 часов, мы вскрываем конверт. Сликаем диск. На участие в пробном ЕГЭ заявились 45 человек из разных школ города. Апробация федерального экзамена, по словам самих школьников, очень значима и волнительна для них. Подготовка обязательно. Переживаю очень сильно. Хотя это даже не экзамен, а просто проверка. Но всё равно волнение. Как-то помогает. Ну, повторяю, читаю. Ну, также в школе готовимся к консультации. Конечно, стоит, так как мы можем прийти, посмотреть, как будет точно всё на экзамене, и не так уже переживать на самом ЕГЭ. Как у тебя расстроено? Не очень. Почему? Переживаю. Ну, всё будет хорошо, мы справимся. В этом году в Каннске в общей сложности пройдут четыре федеральных пробных экзамена. Два из них, русский и математика, уже состоялись. Результаты показали, что все школьники справились со сдачей этих предметов. Результаты экзамена будут известны позже. А уже завтра учащимся Каннска предстоит ещё одна проверка по английскому языку.